виталик мы с тобой не виделись но наверное года три уже как раз таки тогда после твоего триумфа после твоего рекорда отличный сезон был 13 до 13 прошло же много времени много воды утекло с тех пор вот сегодня твоя жизнь из чего состоит сейчас жизнь совершенно другая чем три года назад тогда я очень много времени посвящал плаванию занимался только плаванием жил за границей в большую часть в бразилии в италии сейчас я уже переехал в россию работаю занимаюсь спортом и по выходным еще занимаюсь учебой жизнь состоит не только из плавания но из других аспектов но даже если сравнить твою жизнь сегодня например по весне спорт стало поменьше конечно конечно в разы можно сказать сейчас 23 раза в неделю а как бы ты охарактеризовал свое состояние ты скучаешь по спорту ты отдыхаешь от большого спорта на данный момент я бы сказал я такой взял тайм-аут вот спорта нужно пока решить другие вопросы впереди я пока не вижу для себя каких-то соревнований которые бы мне хотелось готовиться наверное это чуть чуть дальше будет порядка там по пару лет я думаю возможно вот и буду буду готовиться уже там дальше а ты не пробовал засекать вот сейчас свои результаты сильно сбавил нет пока я в отпуске я этим не хочу заниматься давай отмотаем секундомер и время назад вернемся в весну даже наверное новогоднюю ночь я не сомневаюсь что ты загадывал себе с двенадцатым боем куран что я хочу пожелать сам себе отобраться на олимпиаду блеснуть на олимпиаде мы с тобой много переписывались общались ты был полон надежд вот насколько ты был уверен в себе вот если в процентном соотношении что все получится и путевка в рио будет в кармане взять уверенности у меня было достаточно я абсолютно был сконцентрирован на спорте несмотря на то что я совмещал это с работой наверное это был единственный раз в моей жизни когда работал после работы я вечернее время там с 9 до 11 вечера я занимался спортом либо рано утром 7 до 9 у меня была тренировка всего у меня было все семь тренировок в неделю если сравнивать это с моей подготовкой в 2013 году это в два раза меньше тренировок в неделю но уверенности у меня было достаточно так как огромный опыт суперкоманда была собрана со мной это владимир кравцов это самый известный жимовик чемпион мира чемпион мира да по жиму штанги лежа я работал с лаборатории виктор николаевич силуянова они готовили меня по программе по питанию всегда два раза в неделю ко мне приезжал специалист из этой лаборатории то есть был такой именно технологический подход моей подготовки вот но как бы цель была поставлена отобраться на олимпиаду ну спор такая вещь что малейшая малейшая оплошность малейшая ошибка может повлиять на финальный результат но и так получилось что там буквально за три недели у меня была там температура большая я пришел в себя и хорошие результаты показывал накануне но потом опять там проблемы со здоровьем и не позволили отобраться выполнить результат то есть на этот чемпионат россии на старт и на своей дистанции ты уже выходил далеко не оптимальной формы своей или все-таки удалось перебороть когда ты когда ты выступаешь на результатах в высшего спортивного мастерства когда тебе нужно показать лучшие там мировые результаты потому что уровень в россии достаточно серьезный там в тех дистанциях которые я выступал на спине потому что у нас ребята выиграли олимпийские медали были бронзовые ли мальчик вот и когда ты должен показать результат на уровне мировых там рекордов ты должен быть абсолютно здоров быть подведен со своим своему старту и там даже малейший там насморк и кашель в горле может повлиять на результат для тебя этот чемпионат был чемпионатом чудо ты понимал что вот в этом состоянии должно случиться чудо чтобы все получилось но я не рассчитывал на какое-то чудо я понимал что форма у меня хорошая но так как у меня был перерыв там по полутора летний когда я больше времени уделял работе и учебе видимо но мы уже анализируя после моего старта поняли что недостаток там стартов повлияло на мой на мой результат и там проблемы со здоровьем каково это в первую когда уже пришло осознание что все с олимпиадой покончено можно сказать и рио до свидания что было в голове насколько тяжело было принять это осознать это понимаешь я занимаюсь плаванием уже больше там 15 лет порядка 16-17 лет вот и в жизни были разные ситуации я достаточно спокойно относится к этому меня не было ни шоком я в принципе когда ты готовишься ты понимаешь что что может получиться может не получиться и вот это спокойствие до понимание что в принципе и так и так возможно но наоборот помогает то есть когда когда я когда я пропал свою финальную дистанцию это было там в последний день соревнований но я понял что я там не не попал в призы точнее в нормативу потому что отбираются первый второй я стал третий на там на 50 50 бутерфляй ну как это пройденный этап то есть у меня не было там как какого-то переживания особо сильного наверное вот в этот момент в эти дни как никогда много было поддержки в социальных сетях наверное заваривали сообщениями да ну с учетом того что я веду такую достаточно активно активно социальную жизнь и ты мне писал достаточно часто и во время соревнований и практически все друзья написали но многие приехали в москву так как владимир кравцов мой мой давний друг и сарая соратник в плане спорта приезжал поддерживал на соревнованиях бы были известные тоже жимовики ну так как мы вместе периодически тренировались родились 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 да и родители прежде всего родители были в москве тоже болели сидели на трибуне мама плакала ты можешь сказать что вообще вот этот олимпийский цикл и в том числе вот эти последние турниры сделали тебя сильнее закалили может быть перед будущими уже вершинами перед будущим турнирами сто процентов я могу сказать то что в этом сезоне у меня был но новый опыт в том что я совмещал свою карьеру с работой потому что для если бы мне сказали там в 2013 году что что мне нужно попробовать там работать и при этом заниматься плаванием но я бы не не я бы не поверил что возможно на высоком уровне совмещать с работой а не было так скажем соблазна попробовать отказаться от работы или выжить было сложно тогда да нет я просто как достаточно серьезно увлекся тем чем я занимаюсь вот и для меня это было наоборот как отвлечение от спорта потому что многих спортсменов именно вот эта погруженность ежедневную рутину спорта утром на тренировка вечером тренировка так каждый день там на протяжении 10 лет так эмоционально достаточно давят на спортсменов и многие уже там подходят соревнованиям достаточно уставшие но у меня не было такого у меня достаточно постоянно было переключение у спорта там к работе и как бы я не особо уставал от занятий тоже говорил о том что вы в принципе анализировали да вот этот олимпийский цикл этот отбор если предположить что впереди новый олимпийский цикл что поменяете а что повторить я не знаю чем можно поменять но грубо говоря тренировки с тем же кравцовым да продолжится сто процентов на потому что это кравцов я думаю один из лучших специалистов в плане силовой подготовки по вне зависимости от олимпийских видов спорта либо там не олимпийский как жим штанги лежа потому что при принципе биологически они одинаковые как бы ты вызываешь просто определенная реакция организма на там в зависимости от его спорта и владимир кравцов один из лучших я считаю гениальный что человек в плане там физической подготовки спортивной адаптологии а много вообще пловцов работают вот в частности тем же кравцовым по этой технологии с учетом того то что я достаточно часто говорю о владимире достаточно часто он мне пишет и там социальных сетях о том что огромное число людей и из плавания из этом моноласты там там велоспорт лыжные гонки очень многое количество олимпийских видов спорта спортсменов из олимпийских видов спорта впишут и просят помочь подготовки потому что они видят недоставки своей подготовки и не находят специалистов которые могли помочь и обращается огромное количество твоя работа в бразилии твои тренировки в бразилии о них тоже явно не жалеешь нет это был очень интересный опыт и попожить другой стране посмотреть на культуру другой страны как спортсмены тренируются как едят это очень дорогой опыт и я думаю это такое дало мне большой плюс моей подготовки сегодняшней ты можешь сказать что к самому себе у тебя по этому олимпийскому циклу претензий нет сто процентов если когда тысяч тринадцатом году я там начал больше погружаться в работу и меньше внимания уделяется плаванию я чувствовал что какая-то нереализованность есть потому что мне казалось что нужно сделать еще что-то нужно подготовиться к другим соревнованиям но сейчас вот с учетом того смотря назад на мою подготовку которую я сделал вот вот еще там 15 16 год я не не могу сказать что этом что-то не сделал я абсолютно доволен как как я подготовился в каких условиях я готовился потому что вот ну я знаком со многими спортсменами которые готовились там к олимпиаде но я не знаю ни одного чтобы совмещал свою профессиональную карьеру с работой и учебой так такого нету за олимпиады в принципе следил следил но следил я уже потому что она проходила ночное время там ночью показывали по телевидению больше смотрел по по финальным результатам эти результаты те цифры то время которое показали чемпионы результаты не намного быстрее чем прошла олимпиада там небо небольшой прогресс спортсмены показали больше удивило на наши российские спортсмены которые там удалось занять олимпийские приз призовые медали при том что ребята совершенно там совсем молодые по 19 лет а ты свои результаты сравнивал ну конечно сравнил и что близко если бы мне удалось отобраться у меня было еще проекта там трех-четырех месяцев на подготовку мне достаточно было там скинуть совсем чуть-чуть чтобы попасть призовыми призовые места от этого обиднее нет ну это спорт как бы тут обижаться на кого на себя или на кого в принципе это спорт в моей карьере было разное и если бы мне было там 19 лет сейчас я бы конечно может быть расторговаться сейчас случилось случилось вообще вопрос общий может быть он не к тебе но мне очень интересно твои рассуждения в этом году ровно 20 лет с момента последней золотой медали российских пловцов на олимпийских играх у тебя есть объяснение в чем мы так уступаем что в общем-то держава где очень много людей где очень много спортсменов вроде бы выбор есть где там не так что знаешь просто не из кого выбирать это не про нас явно но тем не менее почему то мы все время вокруг да около верхней ступени пьедестала где-то чуть успешнее где-то наоборот менее успешно чего не хватает чем мы слабее тех же американцев тех же европейцев которые завоевывают медали в том числе золотые в том числе стабильно а мы все никак ну я скажу свое мнение да потому что я достаточно долго в этом находился да и были и были и был погружен мое такое может быть это субъективное мнение но наблюдая за российскими спортсменами которые там готовятся за границей которые готовятся здесь всех есть достаточно серьезные проблемы там финансовой поддержки даже знаю там олимпийских призеров которые там даже в интервью есть посмотреть по газетам пишут о том что недостаточно там финансовой поддержки они готовы там прекратить свою подготовку даже олимпийский год потому что не хватает там финансирования и там семья родители помогают там вы выжить в то в той же америке как готовясь к лимпиаде наверное это сложно да как бы для человека который не не увлечен спортом до услышать на такое новое что там спортсмены олимпийского уровня там имеют финансовые там какие-то проблемы и не могут подготовиться к этом к важнейшему старту четырехлетия второе мое мнение то что достаточно мало профессиональных тренеров которые могут подготовить спортсмена на на вот на на мировом уровне вывести там на рекордные результаты с этим было связано мой уезд там в 19 лет из россии и подготовка там в италии в бразилии там привлечение того же владимира кравцова там лабораторию силуянова потому что в обычном бассейне там придя в ту же там сборную россии но я я не наблюдал с тренеров которым можно готовиться там и и выигрывать олимпийские медали в принципе как результат на табло и там только два человека заняли этом бронзовые медали я думаю это две такие одни из важнейших проблем это же недостаточно финансирования для спортсменов постоянно там стресс связанные завис с этим и и и недостаток профессиональных тренеров ну а подожди тренерская школа советская она просто устарела сейчас должен быть другой подход понимаешь когда когда я готовился в россии когда мне было 17 лет мы плавали по 17 километров в день это сумасшедшие сумасшедшие километры которые на тот момент не давали каких там результатов ты готовился на течение месяца плавал сотни километров проплывал за месяц но финале ты плыл еще хуже чем до этого сейчас я знаю очень многие спортсмены даже там сборной россии плавают огромные километражи и там программы прогресс минимальный наблюдая как тренируется в италии как тренируется в бразилии спортсмены плавают по одной тренировке но для российских спортсменов это звучит как как совершенно абсурдно потому что все привыкли плавать там с утра и до обеда и и там до ужина чем больше ты проплывешь тем тем лучше но это знаешь как там дети уже давным-давно бегают с айфонами отправляют сообщение там на другой край земли и сейчас уже совершенно другие технологии там и если как 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 это можно сказать советские советские тренировки которые сейчас и тренируются были созданы там там 40 лет назад технологии там там интернет технологии они меняются ежегодно до выходят новые модели телефонов и постоянно что-то новое спорте то же самое есть даже в россии даже лаборатория силуянова который ежегодно внедряют там новые технологии в спорте там придумывают новые методы тренировок но мало кто это использует вот и когда когда расскажут тех же соцсетях что ты там тренируешься там 5 раз в неделю у тебя там 2 тренировки в зале там 4 тренировки в бассейне там все они понимают что я делаю и к чему я готовлюсь а когда выходишь там на старт и ты будешь гораздо быстрее чем ребята которые которые тренируются там в два в три раза больше чем ты у всех там возникают вопросы что это ты кстати блок свой продолжаешь вести нет блок но я больше там использую инстаграм не как мы будем более более интересная соцсеть вот сейчас меньше пишу потому что больше других задач работы но твой блок ведь был он как некая инструкция в принципе да я очень много писал но мне мне это нравилось и я видел там позитивный отклик от читателей поэтому мне было достаточно приятно интересно сейчас мы многие перешли там в инстаграм все там в принципе это там больше время проводить поэтому я так больше туда пишу но и в воронеже и по всей стране и уже теперь и в бразилии в италии очень много твоих поклонников людей которые следят за тобой и всех естественно возникает один-единственный вопрос когда когда мы сможем вновь увидеть виталия мельникова на воде сможем поболеть попереживать что ты можешь сказать нам если говорить о соревнованиях да то я думаю там я я взял там год года два интервала сейчас я поддерживаю еженедельно тренируюсь там два раза два раза в неделю вот но пока что выступать там на соревнованиях я не готов потому что у меня там есть там цели вне вне спорта вот я пока на них сконцентрирован сейчас спорт для меня такой больше как хобби вот и я получаю от этого удовольствие ты в жизни также по характеру чемпион как и в спорте я думаю моя там 15-летняя карьера спортсмена сформировала уже мой характер и там отношение к там к жизни к достижению цели и сто процентов стратегии у человека одинаково если он привык добиваться цели там в спорте путем там отказа от каких-то вещей до там следованию режима то в принципе при работе там учебе достижения каких-то вне соревновательных не спортивных целей стратегии все остаются те же самые у каждого спортсмена у него проще он выиграл чемпионат россии он знает у него следующая вершина чемпионат европы он ее покоряет потом чемпионат мира потом новый сезон в конце олимпийские игры очень интересно твоя ближайшая вершина в жизни твоя ближайшая победа к которой ты стремишься который ты очень хочешь покорить это учеба в первую очередь или учебу я уже покорил потому что у меня после отборочных соревнований на олимпиаду у меня там через я как раз тот момент писал там дипломную работу чтобы еще сложнее совмещать все это вот я там через полтора месяца защитил я получил степени бей мастера бизнес-администрейшн это бизнес образование в президентской академии в москве вот и сейчас у меня через три недели защита магистратуры вот я думаю же там через через месяц у меня все цели по учебе завершаться на ближайшее время да я хотел бы чуть меньше уделять этому внимание уже как бы пистере переварить то что я получил вот но я думаю сейчас основная основные цели в работе виталий мне остается пожелать тебе чтобы все твои цели обращались в жизнь чтобы победы продолжали присутствовать в твоей жизни пусть уже жизни может быть слегка отвлеченный от спорта но и как твой давний фанат и поклонник я все-таки очень надеюсь что пусть через два года мы снова увидим тебя на дорожке будем болеть будем переживать и будем радоваться твоим победам но и олимпийская вершина она единственная и она в жизни каждого спортсмена должна быть и он должен к ней стремиться в идеале конечно ее покорить так вот дай бог чтобы в твоей жизни все-таки золото олимпийских игр ну или как минимум бронза или северок не важно чтобы они все-таки появились и это мог сказать себе хотя бы через четыре года что теперь точно вот в спорте ты покорил все вершины ты сделал все пассиво он в спорте в спорте